Ущерб от действий террористов, которые берут заложников в десятки человеческих жизней, чтобы предупредить иркутян, как вести себя, если вдруг они оказались в числе захваченных, в городе стали развешивать вот такие памятки. Здесь подробно расписано, чего нельзя делать ни при каких обстоятельствах и куда бежать, если началась операция по освобождению. Как раз такое отрабатывали сегодня в Иркутске на учениях различные ведомства, причем в обстановке строжайшей секретности. Все, что нам удалось снять, мы покажем прямо сейчас. Буквально за несколько минут спокойный двор превращается в оперативный штаб. Столько машин и людей в погонах разнообразных ведомств можно увидеть, разве что на параде в честь 9 мая. Но сегодня ситуация иная в Иркутске антитеррористические учения, которые до последней минуты держали в секрете. Повтори, повтори. Я тебе не знаю, что это зато. Принял. Выезжайте на фильтр, выезжайте на фильтр. После того, как задачи озвучены, все отправляются на место. По легенде учений террористы захватили здание суда. Очевидно, что прерывать работу учреждений не стали, так как никого не эвакуировали. Подробности операции пока тайна. Но уже понятно, что есть пострадавшие. Все действия максимально приближены к реальным. Главное в таких учениях – это отработать взаимодействие. Сегодня, только если судить по тому, что мы увидели, в тренировочной операции задействовано как минимум 5 разных служб. Дать оценку их работе только предстоит. В составе данных групп выдвигаемся. Командиры определяют задачи для личного состава. А вот антитеррористическим учениям на Устилимской ГЭС уже дана положительная оценка. По легенде преступники укрылись в здании стратегического объекта. Прессонал частично приходится эвакуировать. И тут акцент учений сделан на взаимодействии силовиков и местной власти. Этот момент очень важен, особенно вдали от областного центра. Подобные учения проводятся регулярно по всей области и России в целом, вне зависимости от обстановки в мире. Ведь в нашей стране все очень хорошо знают поговорку «тяжело в учении, легко в бою». Ольга Гузакова, Сергей Полянский. Новости по будням.